Бодрость духа, грация и пластика. Сегодня самых активных кировчан в разных уголках города ждали на утреннюю зарядку. Одной из площадок стала театральная площадь. Подробности в сюжете Кирилла Сосолятина. Руки в стороны держим и чуть потянемся за рукой. Сцена у драм-театра на полчаса стала территорией фитнес-аэробики. Как утверждает один из инструкторов Надежда Любимова, комплекс упражнений достаточно простой, а потому очень универсальный. Зарядиться на весь день. Я думаю, что в дальнейшем человек, который с утра проснулся, позанимался, потянулся, ему будет легче преодолеть какие-то трудности в течение дня. Стандартный вариант зарядки – разминка, легкая аэробная нагрузка и в завершение силовая тренировка. Мне все очень нравится, считаю, что не полезно, чтобы люди занимались спортом и приобщились к этому. Для себя, любимые. Аудитория занимающихся пока немногочисленная, но уже довольно широкая. Однако инструкторы успокаивают – вне зависимости от возраста и физической формы зарядка будет полезна и доступна всем. В зависимости от того, какой приходит контингент, в зависимости от того, какого возраста. Мы же сегодня пришли, мы же не знаем, кто соберется, правильно? Мы уже, скажем так, по пути смотрим, какие упражнения подобрать. Стоит отметить, что подобные зарядки только по другим программам проходят еще в пяти точках города. В парке на улице Верхосунская в районе Зонального института, в Гагаринском парке, в Александровском саду, на стадионе «Прогресс» и в Дендрарии в Нововятском районе. Будут вас спрашивать, пожалуйста, рассказывайте о том, что каждое утро вы ходите на зарядку. Я думаю, что это прибавит нам, во-первых, скажем так, публики. Планируется, что утренние зарядки в Кирове продлятся до конца лета. Кирилл Сосолятин, Руслан Быкасов, Вести, Киров.